начинаем новый влог там аккуратней да ребятки безработная а почему а там холодно я просто его надел перед тем как выйти на улицу да хотел сказать что я безработный бездельник сегодня проснулся во сколько в 12 копейками даже да мы легли в 3 смотрели сериал все разные всякое туда сюда вот и сейчас мы завтракать пойдем время почти два теремок приехали в оправду водички попили водички ну я попить водички не считаю за завтрак с блиночки сидим потом еще по бездельничаем а проработал и все там конечно немножко нагоняете что меня выгнали там и так далее нет это было собственное решение даже на удаленке нужно работать а это да какому начальнику понравится до своего починен а просто многие не знают что у нас работа полностью удаленный вот можно вообще в любой точке планеты находиться и всем насрать главное что ты работаю дело и сейчас большинство эти компании на самом деле работают по такому принципу поэтому меня никто не выгонял я хочу работу зарплаты побольше и чтоб делать поменьше обе реально до закрылась я думаю вернуться а кстати новость же было что они вернутся ладно мы пойдем в православный теремок он-то точно не закроется развлекаловка такая не бургер кинки от очень не буду я увидел вывеску думаю может быть потом да не на завтрак то есть не хочу бургер лучше а ухо есть если что ну не я знаешь что возьму на супчик и блин машину просто возьмем с собой наш завтрак ухо борщичок по блину с икрой и морс литровый многовато его чё-то ну ладно тачка допил приятно и вот эти штучки обязательно кидай вкусно будет будь здорово катя вообще чихает я никогда не слышал таких тихих людей просто приятно немножко мы озадачились тем чтобы позаниматься спортом пока не пришли к какому-то единому согласию чем бы нам вдвоем позаниматься чтобы было интересно рассматривали бассейн рассматриваю фитнес с этими ботинками как это называется правильно ну короче там такие пружинные ботинки да такие пластиковые не знаю не знаю потом может быть посмотрю подпишу но сейчас как говорится не знал забыл рассматривали батут вот сейчас правда немножко мы сложали приехали батутный центр небо посмотрели вон прикольный да достаточно большой но там столько деток было подержи камеру вот так пожалуйста такой там очень много детей и я подумаю я дрова сексис туда выйду и они все надо мной смеяться быть там прям девочки маленькие они на веревках свисают гимнастику у них там все серьезно поэтому даже написал клич что посоветовали взрослый батутный центр это посоветует два флип просто брянске всего один батутный центр и я там занималась мне было лет 13-14 я помню что приходили там мужики прям взрослые приходили женщины взрослые они там прыгали занимались именно с тренерами там занимаются как и я с тренером тоже там занималась именно не просто не просто попрыгать а именно занятия у меня были то есть и растяжка у меня там было и я недолго правда именно с тренером занимался чаще ходила одна но иногда было с тренером и всякие эти были как они трюки называются ну короче кувырки вперед-назад именно на батуте в яму потом без яму потом я просто на плоской поверхности научилась а сейчас я пришла там как бы в принципе тем же самым занимаются на именно дети там нет такого чтобы взрослые от ни одного взрослого ну да я самую взрослый это мальчик лет 15 ну да еще тут катя предлагала посмотреть рассмотреть йогу от камеры а в принципе держать не со мной камеры ты к стеклу только не беру еще катя предложила посмотреть йогу растяжку но я подумаю я и растяжка я там всех развесил я очень хочу всех развеселю я там буду пищать никогда не растягиваться ну давай найдем реально парную йогу растяжку чтобы вот это все было парная йога и растяжка я правда очень хочу растягивается потому что в детстве я занималась и для меня это казалось так легко как будто каждый человек так умеет и сейчас я понимаю что нифига на самом деле очень сложно да сейчас я прям на мостик колесо сделать дома прежде чем идти немножко это подготовить я я просто не представляю я растяжка не в целом интересно но страны это будет странно немножко просто весь зал будет хохотать ну если это будет парно и там будет только тренер шша тренер то нормально никто не будет короче будем смотреть может быть кто-то что-то посоветует куда вы ходите парами просто фитнес неинтересно пусть очень такое прикольное веселое чтобы было твоём интересно если без тебя то я бы походила на как-то называется когда висят эти вот аэростретчинг да вот на этой встрече но это в сэмстретчинг есть да аэростретчинг а с тобой туда не походишь потому что ты на этих штуках слушай мне кажется меня туда и не пустят и там по моему занимаются мужчины мне кажется есть если только профессиональный гимнаст ну это я даже сомневаюсь профессиональные гимнасты они вон таким более серьезными вещами занимаются в отдельный зал ходят и мы вот в смятении предлагал еще катя давай велики потом купить да велики с удовольствием без проблем но хочется походить на занятия какие-нибудь занятия привыкла реально всю жизнь чем-то занималась потом начала работать и ты знаешь я постоянно свое тело нагружала чем-то а сейчас пару месяцев может вообще забить и купить просто фитнес зебру блин походить на утренние какие-то занятия что просто элементарно вот эту свою железо покачать на железо покачать для тонуса хоть ну типа размяться знаешь какая-то подготовка потому что когда ты сейчас сюда придешь деревянный абсолютно даже неделю походить на фитнес это уже будет типа круто уже спина не будет болеть немножко мышцы разомнешь кровь разгонишь вот это все а потом уже чем-то более при смысл без тренера просто на фитнес да о нет я походила без тренера я без тренера теперь на фитнес не ногой хочу но потому что во первых делаешь неправильно нет еще делал я знаю как работает все эти тренажеры просто во первых мне мотивации такой нет и я такая на пять раз меньше но ничего страшного теперь не соблюдаю вот именно столько сколько так не мы будем с тобой двоем не понимаю все равно я забиваю думаю так достаточно а когда с тренером реально все выполняю я выхожу туда просто мокрый понимаю что потрудилась на славу когда одна я пробежалась немножечко так ну давай тогда думать я тебе говорю надо найти москве парные йогу растяжку йогу я йогу даже звучит не весело конечно буду материться там просто кряхтеть пердеть от этой йоги я не знаю не мне интересно я не говорю что нет но будет мне кажется самый нормальный вариант либо да мне бассейн нравится но я тебе говорю если это будет с тренером то я не смогу выполнить все что мне говорит мне такая особенность но это не особенность мне кажется многие люди так я если погружаюсь под воду если они закрою нос и захлебнусь мне всегда нужно держать нос я занимался бассейном я тоже не знаю с этой особенности я очень хочу я очень хочу не знаю я тебя булкой стал просто я тебе рассказывала то что я в детстве занималась бассейном я не зажимала нос я всякие там внизу круголя давала на руках стояла и все было прекрасно потом какой-то не было прекрасный ужасный момент почему-то у меня блок поставился в голове и я боюсь ничего будем как-то очки не тут получается если лед да надо сбить на подержать все остальное это просто скорости зато стекло ну единственная проблема понюхай воняет ну да его помыть надо я просто это к тому же один раз урань привет блендера ну или пока кому как удобнее говорить давай другие если хочешь посмотрим суши но с другой стороны там знаешь все крутится вертится она по вам везде снимается с таким напрягом ну да они все прорезинены вот какой-то мульон x есть за 7 с копейками тоже между прочим а слушай вот это есть да они все так видимо работают надо задерживать их вот посильнее вот это легко это же стекло вот это легко прям открывается а вот так она закрывается так и не открыть а вот так открывается вот она чё ну кстати это тоже классно удобно это классно он стоил 10 319 9 автоматических программ 2 а ну тут 3 2 всего да а ну тут тут 5 до помощнее да видимо ну прикольно здесь скидка всего косая разница вот это выглядит круче чем просто пластик алюминтий тот тот конечно прикольный именно удобнее крышка допустим нет суши черт тут получается можно и тоже супы всякие смузи со льдом до 800 ватт а этот сколько а это 1200 800 короче надо думать да я просто не знаю может нам и не нужна такая избыточная мощность я разницу не знаю 800 1200 цифрах так понимаю но видимо он долбит еще сильнее раз мощность выше но он давай думать пока без камеры давайте ночи вот это по-моему выбор ну я поняла не еще вот это по-моему выбор ну я поняла не еще вот это по-моему тип не надо меня как тебе победить она что нажимаете а я поняла что мы остановились на вот этом варианте мулюнек стоил 7000 по моему 499 рублей там еще кэшбэк был полторы тысячи но я понимаю что в последнее время технику очень сильно подорожала и там три недельки или сколько там уже четыре недельки назад он стоил гораздо дешевле но что делать новая реальность сходили еще в магазин и купили продуктов сейчас конечно удивитесь где мясо потратили на вот это все 8500 рублей на мясо мы уже завтра докупим тут немножечко есть но тем не менее срок покажу вам разбор я сам обожаю смотреть видосы где разбирают покупки ну давайте погнали кашу овсяную за каждое утро ем очень нравится это у нас к чаю шотландские беремые печенье продуктов тут много поэтому запасайтесь терпения иммунелька это катя приучила меня пить хлеб тоже рассказывал я ненавижу есть в сыром в таком виде но на гриле он офигенно взяли два так чё у нас еще иммунелька погнали дальше она я вам в принципе чек могу показать реально это стоило они это даже стоило 9168 рублей морковка картофель но это baby сейчас буду раскладывать это все так хаотично но ничего шоколадница самый классный торт от коломенского мощи офигенный с фундуком две пачки сосисок но это детские великолумбского мясокомбината постоянно фуры этого бренда вижу на трассе так первый пакет пошел опять же к чаю это у нас яшкина кунжут бананы но это мы для коктейли вот этого будем использовать тут луковица кунжут 20 грамм огуречки пин криспо обожаю очень люблю российский сыр бандуелька горошек сливки взяли а вида не знаю такие так немножечко помидорок это паста для катя потому что ей к сожалению не подошла то который у меня с корицей у нее почему-то от нее красный рот взяли еще две пачки семечек от мартина который нам очень понравились они кстати подорожают теперь 212 рублей стоит 1 упаковка вот тут у нас мяско это свиной гуляш что-то там катя будет делать шампиньонами и и одну и пюре масло вологодская я говорю вот это вообще топ масла обязательно попробуйте еще сливки взял но это местный глобус ну туда ездили там купил так тут у нас сметана мистер риками майонез на перепелином яйце что же даже ставить некуда или дядя ваня соленые рязанские огурчики так вот этот пакет наверное подороже так это у нас шампиньоны это что у нас ушки оригинальные ну это к чаю все в общем взяли креветки какие-то королевские и аргентинские вот это наверное самое дорогое в этом пакете так ну и что тут осталось у нас колбаса рублевская полусухая сырокопченая об убираем два мороженых коробка из кореновки я вам говорил вообще топовая это для коктейля опять же пойдет и у нас еще йогурт вкуснотеева а какой я взял извините со злаками и сливками вот идиот я хотел клубничный взять увидел дату то что он до 11 04 ай ладно кефирчик домик в деревне 3 пакет молока икра из кабачков ну и колбаса в принципе все сегодня влог выйдет попозже опять же из-за того что я не работаю мы целый день катаемся гуляем поэтому ну я не знаю даже в какое время они будут выходить в 10 в 11 часов но если чё извиняйте раньше не получается ну и еще хотел показать украшение моего стола катина фотография вот сюда поставил в угол у меня тут грязненько завтра буду все это дело чистить у меня тут стики валяются чистить буду потому что все-таки займусь и поставлю вот это устройство кронштейн для монитора он белого цвета тут все будет в унисон потому что меня уже задолбало пользоваться с вот этой подставкой я постоянно вот так мышкой почему-то одни задеваем не это бесит все заканчиваю этот влог ну и завтра опять же может быть будет еще